Я хочу стать поваром, потому что там фрукты можно резать, там всё. И я люблю, что когда блинчики жарятся, и там что-то ещё ложить, и потом их закручивать. А кем ты хочешь стать? Омоном. А почему? Потому что Омон крутой. Я хочу стать пожарным, потому что пожарный тужит огонь и достаёт из огня людей и котов, собак. Семья у нас многочисленная. У меня 8 детей. Есть ещё девочка этой семьи. Она у нас студентка. Первый год поступила Ольга. Особенность нашей семьи у нас все родные, все братики, сестрички. Детки приехали настолько разновозрастные. Самому младшему было 1 год и 3 месяца. Старшей девочке было 13 с небольшим. Сегодня у нас, Серёжа, уже 4 мы в сентябре отметили. Мы уже говорим. И есть, есть... Да, да, да. Да, 4. Молодец. Да, и я полагаю, что Серёжа у нас пойдёт что-нибудь, связанное с музыкой. Мы так уже подсмотрели, что ему нравится движение, танцы. Танцует у нас. Пойдём в эту сторону. А к Новому году, конечно, готовимся. Украсили дом, посвятили этому пару вечеров. Дети были в восторге. Мы шутили, баловались. Малышам разрешили ножницы. Всех так это всё... Ждём праздника. И ура! У нас был настоящий снег за окном. Это, конечно, что-то. Там уже салазки освоили, санки, тюбинг. Поэтому, ну, ждём. Ждём Нового года, ждём праздника. Написали письма. Меня зовут Вика. Я участвую в команде по футболу девочек. Нашего тренера зовут Дмитрий Анатольевич. Играю я в нападении. А почему футболом занимаешься? Потому что мне нравится. Ну, хлопцы, расскажите, как вообще живётся? Нормально. Нормально. Ну, а расскажите, чем вы тут занимаетесь? Чем занимаетесь, кроме школы? Или только в школу ходите? Я только в школу хожу. А я по выходным хожу в святанок. Ага, а что ты в святанке делаешь? Занимаюсь. А святанок это что? Ну, это такой разосветный дом. В детской деревне проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Здесь у нас семейная форма опеки. Дети живут с родителем-воспитателем и помощником-помощницей. В доме проживают, в каждом домике проживают от пяти до восьми детей разных возрастов. Чаще всего дети воспринимают как свою маму, родители-воспитатели. Хотя, конечно, те, кто попал сюда в возрасте постарше, воспринимают как родители-воспитатели. Но это, конечно же, всё равно очень близкий человек для ребёнка, для подростка. Здесь для них родной дом для всех. И даже после выпуска из детской деревни всё равно чаще всего дети возвращаются сюда на какие-то значимые мероприятия, на праздники. Да и просто в гости. Давай на двоих, пополам. Нет? А там, где там было мюсли, давайте попробуем, может, ему понравится. Нет, у меня папа с вашим домом. Серёж, а тут у Бризика. Воздушная, давай, давай. Слушная. Да. Добрый день, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в проекте Белта «Страна говорит». Стартовав 15 декабря по стране ярко шагает акция «Наши дети. Самая добрая и светлая акция», которая вот уже более 25 лет проводится под патронатом и под эгидой главы государства. Сегодня она стала, без сомнения, настоящим брендом нашей страны, которая объединяет сотни тысяч детей и взрослых по всей стране. Все мы, взрослые, стремимся в эти дни подарить сказку, волшебство, подарки деткам, особенно тем, которым они так нужны в силу разных жизненных обстоятельств. Сегодня мы поговорим о том, какими событиями будет наполнен марафон добра под названием «Наши дети» в этом году. Лена Федоровна, начнём с вас. Давайте для начала перечислим, каких ребят, каких деток в первую очередь касается и затрагивает акция «Наши дети». Традиционно, начиная с 1995 года, акция «Наши дети» направлена на поддержку и помощь детям, особо нуждающихся в этой помощи и поддержке. Это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники детских интернатных учреждений, ребята, которые на сегодняшний день находятся в больницах, в организациях здравоохранения и по каким-то причинам не могут быть дома вместе с родителями, встречать рождественские праздники, Новый год в кругу семьи. И уже долгие годы, на протяжении вот этих всех лет, люди, которые остаются неравнодушны в поддержке детей, находят возможность, приезжают в детские интернатные учреждения, приезжают в учреждения, приезжают в организации для того, чтобы поздравить детей, вручить им подарки, для того, чтобы поучаствовать в детских праздниках, для того, чтобы взять детей за руки, провести с ними хоровод и другие мероприятия. Конечно, акция охватывает на сегодняшний день не только ребят, о которых я уже говорила, это еще и дети, которые стали победителями Олимпиад, конкурсов, которые заслужили право присутствовать на торжественных праздниках в Минске, в столице, которые своей учебой, достижениями в спорте, в общественной жизни получили такое право и скоро приедут на новогодние праздники сюда, в Минск. Несколько лет назад в традиции акции было включено еще проведение республиканского бала для молодежи. То есть это уже студенты, учащиеся в профессионально-технических, средних специальных учреждениях образования, которые тоже своими успехами в учебе достигли того, чтобы поучаствовать в этом таком значимом мероприятии. Сколько всего ребят имут участие в акции «Наши дети» в этом году, по вашим оценкам? Ну, пока мы предварительно говорим о том, что более 20 тысяч ребят примут участие в празднике, который пройдет на республиканском уровне во всех этих мероприятиях. Но по стране это, конечно, значительно большее число. Это 200 тысяч где-то в областных мероприятиях, а по всей стране, если говорить о селах, о городах, о городских поселках, о школах, детских садах, все те, кто будет участвовать в этом празднике, то, как всегда, мы говорим, где-то около миллиона детей. Елена Федоровна, наверное, уместно будет вспомнить, мы сказали, что этой доброй традиции, марафону доброты уже четверть века даже больше. Может, вы помните, как все это начиналось? С чего все это начиналось? Какие тогда были масштабы праздника? Ну, я могу сказать, что действительно в 1995 году Министерство образования было поручено главой государства включить мероприятие этой акции в такую программу, тогда она только начиналась еще, в программу «Дети Беларуси», в национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав. И это мероприятие стало таким традиционным, вот начиная с той поры. В то время, конечно, уже в первые годы проведения акции были большие праздники с участием главы государства. Он уже с первых лет принимал участие непосредственно в этом празднике. Ребята приезжали тоже со всей страны, как и сегодня. Но если вот что говорить о системе нашей охраны детства, к примеру, то в то время, конечно, это были в основном воспитанники детских интернатных учреждений. Их было тогда достаточно много в стране. Около 50 только системы образования было детских интернатных учреждений, в которых воспитывались дети-сироты. Сегодня их только 10 детских домов. То есть мы видим, насколько сократилась эта система. И, конечно, сама по себе график участия в этой акции, которую и сегодня министр образования подписывает ежегодно, график участия организаций и предприятий в акции «Наши дети». То в то время, конечно, это был график, который состоял в основном именно из детских интернатных учреждений. Сегодня в этом графике мы видим и школы, и детские сады. То есть это учреждения, приюты детские социальные, детские интернатные учреждения, в которых еще находятся на сегодняшний день дети. Но если говорить о праздниках таких республиканских, то можно сказать, что они набирали обороты, наводились каждым годом какие-то новые традиции. Вот, к примеру, я уже упоминала о молодежных баллах, которые проходят, начиная с 2019 года, 2020 года. Несколько лет, уже на протяжении нескольких лет, дается торжественный старт акции. Это тоже такая отличительная особенность. Кроме того, к акции присоединяются еще и мероприятия в Дворце независимости. Вот ранее этого кого не было. То есть акция расширяет свои горизонты, охватывает все большее количество детей. И мы рады тому, что и области присоединяются. В этом году, согласно постановлению правительства, в один и тот же день, 15 декабря, старт акции давался как в Минске, так и в регионах, и в районных центрах, в городах нашей страны. Какими главными мероприятиями, может быть, новыми, будет наполнена нынешняя акция в этом году? Вы уже перечислили некоторые из них. Это новогодний балл во Дворце независимости, новогодний праздник во Дворце республики. Что еще? Ну, это опять-таки молодежный балл для молодежи и студентов, который пройдет тоже во Дворце независимости. Это праздничное мероприятие для педагогических работников. Мы проводим несколько лет уже. Я думаю, что больше, наверное, расскажут регионы, потому что в регионах очень много новых мероприятий. Я знаю, вот в Минской области расширяются горизонты, в Гродненской области расширяются горизонты акций. И каждый раз мы стараемся охватить большее количество ребят, в том числе и нуждающихся, особо нуждающихся в помощи и поддержке. Ребят, которые по каким-то причинам... Есть вопрос, что они могут не получить какие-то подарки. Спасибо. Вот мы и спросим у регионов. Что новое и интересное в этом рамках акции «Наши дети» в Ресте? Расскажите нам, пожалуйста. Мне кажется, что акция «Наши дети» — это бренд нашей республики в целом. И уникальный такой бренд, потому что он, исходя от, как говорится, высоких инстанций охватил именно поддержкой своей и, значит, ну, стала инициативой многих трудовых коллективов, предприятий, организаций и даже группу людей, граждан, которые объединяются именно в рамках проведения этой акции для того, чтобы оказать помощь тем, кому она нужна. И, естественно, что Брестская область не исключение. Мы шагаем в ногу и расширяем диапазон своего влияния на различные группы детей. Вот, как правильно отмечалось, значит, тех, которые лишены родительской опеки в первую очередь, дети, которые, значит, имеют особенности в здоровье, как, ну, определенные в своем физическом развитии, значит, дети, которые одаренные и проявляют склонность к наукам, значит, достижения высокие имеют в учебной деятельности. Ну, и вообще все те, кому надо радость в эти дни и внимание, забота. Поэтому мне кажется, что вот этот вот марафон добра и милосердия, который идет по стране в течение месяца и имеет очень много сторонников, сподвижников, это, ну, просто достижение нашей нации именно в том, что как надо относиться к детям и как надо поддерживать вот эти традиции, чтобы доставить им радость, чтобы вызвать, если слезы, то именно радости, как у взрослых, так и у детей, конечно же, вот у нас в Брестской области ежегодно охват составляет где-то 200-220 тысяч детей, вот, включая регионы, значит, брендом этого года у нас стало областное мероприятие, которое вот сегодня именно пройдет вот с 13 часов в нашем спортивном комплексе «Виктория». Значит, масштабный охват детей, полторы тысячи детей будет присутствовать. Значит, на этом празднике каждый ребенок получит, кроме ярких впечатлений, прекрасного представления новогодний подарок, естественно. Значит, завтра это мероприятие продолжится для другой группы, тоже полторы тысячи детей будут участвовать. Ну, естественно, что... Да, 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 естественно, что, значит, ну, такие мероприятия пройдут районным масштабом. 22-го числа у нас уже 15 лет проводится елка для детей, имеющих особенности в развитии, значит, тоже охватывает 250-300 человек ежегодно. Интересным брендом этого мероприятия стало то, что, ну, постоянные есть спонсоры, участники вот этих мероприятий. И, как я говорил, очень много именно гражданских инициатив, Года молодежь, объединения различные общественные. Детский фонд очень сильно, как говорится, ну, поддерживает это. Могу не спросить, сколько средств собирается в области? Значит, в области собирается, ну, по тем расчетным данным, которые, ну, подвержены учету какому-то, порядка 250 тысяч. Это за этот месяц, да, когда действует акция? Да, поэтому, значит, ну, и естественно, что уже, как говорится, в счет не идут сладкие подарки, потому что это идут, ну, поддержка на развитие материалов. 250 тысяч рублей. Да. Что по стране? Можно привести какую-то цифру для понимания? Ну, конечно, когда подводим итоги акции, это в январе уже как будто следующего года, вот, к примеру, в 22-м году мы подводили итоги прошлогодней акции, то в прошлом году по отчетам всех регионов зачислено на счета, было куплено в виде оборудования, инвентаря около 3,5, даже 3,6 миллиона белорусских рублей. Это вот прошлый год. Чуть ранее были меньшие суммы, в прошлом году вот мы дошли до такой суммы. Это все в том, что приобреталось для детских интернатов, передавалось непосредственно в детские дома семейного типа. Не обязательно в виде денежных средств, а во многом это именно оборудование, инвентарь, то, что нужно для детей. Спасибо. Я не случайно задаю этот вопрос. Мне кажется, что вот эта акция «Наши дети», и мы все являемся свидетелями этой тенденции, она трансформируется, она постоянно развивается. Если раньше, наверное, в первые годы, я, наверное, не ошибусь, если скажу, что это были подарки у елки, и сладкие подарки, это был Дед Мороз и Снегурочка, то сейчас Дед Мороз, Снегурочка и сладкие подарки – это такая, будем говорить, фроза и обыденность этого праздника. Все взрослые, представители министерств, ведомства, организации, предприятий стараются сделать какой-то более значимый подарок для учреждений, для деток. Это инвентарь и спортивное оборудование, и медицинские какие-то вещи, в зависимости от профиля учреждения и той помощи, в которой нуждаются дети. То есть акция набирает обороты, и сумма, которую вы называете, подтверждает это. Давайте немножко порассуждаем. Ну вот, наверное, Черненскому дому-интернату за последние два года в рамках акции «Наши дети» было приобретено и приобретено оборудование различных средств, каких-то материальных ценностей и перечислено денежных средств больше 80 тысяч рублей только за две акции «Наши дети». Я считаю, что это немаленькая сумма. Как бы это получается, если разделить на два года по 40 тысяч, фактически это пятая либо шестая часть всех тех денежных средств, которые мы получаем, так называемого, вне бюджета. И учитывая то, что все-таки акция «Наши дети» направлена на исполнение желаний как детей, так и коллектива, то вот этот месяц дает нам возможность реализовать наши желания. Это и приобретение оборудования для актового зала, например, для того, чтобы показывать какие-то слайды, фильмы, это звуковое оборудование, это микрофоны, это колонки, которые мы можем выносить на улицу летом, когда мы проводим мероприятия, это спортивное оборудование, это спортивный инвентарь, это оборудование технологическое для пищеблока, что тоже немаловажно, и так далее, и так далее, и так далее. Все это куплено за это время? Да, все это приобретено. Вот я называю последние два года. Я хочу добавить, да, я как бы представляю общественную организацию, и вы знаете, мы видим, как за эти годы трансформируется вот эта возможность принимать участие, акция становится очень общественной. У нас в Могилевской области есть своя особенность. В ходе проведения акции «Наши дети» мы проводим свой областной благотворительный марафон. Он у нас называется «Согреем детские сердца». Марафон, который уже вот одиннадцатый раз проходит у нас сейчас в области. И вы знаете, мы горды тем, что мы даем такую интересную, наверное, как бы заводим вот эту акцию, показывая сегодня у нас проходит телемарафон в рамках вот нашего этого большого события, когда мы практически шесть часов в прямом эфире в студии областного телевидения приглашаем гостей, приглашаем детей и показываем сюжеты, где говорим о тех, может быть, достижениях, о тех сложностях, которые сегодня и существуют. И мы видим реально, как откликаются вот на все происходящее граждане, жители Могилева, Могилевской области и даже нашего зарубежья. У нас есть партнеры из Москвы, которые активно приняли участие в этом году. И вы знаете, мы видим, что, как бы ставя перед собой какие-то задачи, вот конкретно, мы, например, в этом году поставили задачу, все средства, которые будут собраны на телемарафоне, вот за этот день мы отправим на приобретение интерактивного оборудования для детей, которые занимаются в двух учреждениях. Это областной центр коррекционный и наша Бобруйская специальная школа для детей с особенностями слуха. Я думаю, что вот сегодня мы можем даже уже сказать о тех цифрах. 91 тысяча 70 рублей поступило на счет марафона. И, конечно, это позволит нам исполнить эту задачу. Ну и более того, конечно, целью марафона всегда является адресная помощь. У нас в прошлом году, например, мы смогли помочь 33 семьи, 33 ребенка получили адресную помощь из этих средств. Это уже не сладкие подарки, это конкретное средство реабилитации, это средство на лечение детей. Поэтому мы считаем, что вот таким образом общественность реагирует и активно участвует в акции, в широкой акции «Наши дети», нашей республиканской. Вы говорите о качестве нового наполнения акций «Наши дети», то, что вы можете позволить сегодня себе такую поддержку. Да, безусловно. Раньше этого не было, правда? И, вы знаете, мы чувствуем даже то, что на местах вот как-то уже существует эта обязательность. И даже были интересные ситуации, когда получила звонок утром в начале телемарафона, вот в пятницу, один из руководителей предприятия позвонил и сказал, вы меня обидели. В этом году я не получил письмо для участия в этом марафоне. Почему так? И, понимаете, вот это уже как бы где-то, наверное, показывает, что это очень нужно сегодня. В нашем обществе есть желание и есть огромный потенциал участия в чем-то конкретном, когда мы говорим о том, что вот все вместе мы сделаем сегодня вот это. И это срабатывает. Такое доброе дело, да? А вот вы обратили внимание, вы начали сегодня с этого. Я хотел бы задать такой вопрос. Мы говорили, главная ёлка страны. Она проводится там во дворце республики, все стремятся сюда попасть. А вы заметили, как за эти годы вот эти губернаторские ёлки превратились тоже в главные в своем регионе? Они появились во всех регионах. Как в регионах начались новогодние балы. Правда же, всё это является новым наполнением акций наших детей? Однозначно. У нас приветствие председателя область полкома, которое записывается, как правило, в пущу. Тоже, скажем, такой бренд. Оно рассылается в регионах, является наполнением приветствия вот этого праздника регионального. И, естественно, что, ну, я не зря сказал, что отличительная черта, если у нас это было 300-350 детей, губернаторская ёлка так называемая, то 3000 детей за два дня. Это, ну, вообще, как говорится, ну, уму непостижимо, потому что вы представьте, сколько счастливых детей, радостных лиц, таких вот с приподнятым настроением едет на этот праздник и возвращается, соответственно. Ну, и вот очень правильно сказано, и было вот пример Могилёвской области, то, что касается центра коррекционного. Я вспоминаю глаза детей, вот, которые приезжают дети с особенностями на праздник. И брендом нашей области является то, что инициатива людей, которые, скажем так, ну, уже привыкли к тому, что, значит, вот это мероприятие состоится, они сами напоминают о себе. И вот точно такие же случаи, когда напоминают и готовы перечислить деньги, либо приобрести подарки. Ну, у нас в данном мероприятии участвуют еще учреждения профессионального образования. Они, значит, дети, вот мы знаем, что особенность, пишут письмо Деду Морозу, да, значит, центр коррекционный, маленький коллектив областной, который организовывает вот это вот все. И они проводят конкурс рисунка. Рисунок является своеобразным письмом. Вот. И потом подводятся итоги учреждения профессионального образования, значит, приобретают подарки, готовят, значит, ну, или, значит, самостоятельно, руками детей изготавливают, значит, учащихся. И награждают каждого ребенка. И сбывается каждый год, ну, такая большая мечта, ну, нескольких детей, когда им подарки такие, как в виде компьютера, там, значит, ну, других средств, помогающим им немножечко, как говорится, соприкоснуться в жизни с более веселыми моментами. Вот. Делают спонсоры. Поэтому, ну, мероприятия вообще в области у нас более 100 постоянных спонсоров, значит, акции «Наши дети». И ежегодно порядка 150-200 организаций, групп инициативных предприятий, которые поддерживают это материально. Спасибо. Мы сегодня у нас присутствовали, представили одно из крупнейших предприятий страны, Белорусский металлургический завод. Вот интересно было бы узнать у вас, как на ваших глазах эволюционирует акция «Наши дети», например, БМЗ? Металлурги, работники нашего предприятия, всегда активно участвовали в республикации акции «Наши дети». Но благодаря инициативе молодых работников они тоже проникли с идеей милосердности. И вот молодые специалисты, в частности, наполнили ее новыми формами. И вот уже на протяжении шестого года у нас устанавливается так называемая «Елка желаний» в главном корпусе завода управления, на которой вывешиваются пожелания маленьких ребят, самые сокровенные мечты. И любой работник завода может, взяв эту открыточку своего рода обращения к Деду Морозу, выполнить мечту молодого гражданина Республики Беларусь. Но еще интересно то, что в этом году, говоря о новых формах, в этом году вот эта инициатива заводчан нашла отклик и в сердцах горожан. Они знают о том, что у нас на заводе установлена «Елка желаний» и хотят, и желают присоединиться к ней. Говорят, как к вам можно поучаствовать в данной акции. Наши двери открыты, и любой желающий, теперь уже эта форма, так называемая «Елка желаний», приобрела уже и районный масштаб. Очень показательный пример. Ну, это вот в части вовлеченности. Да, я сказал, что металлурги активно участвуют во всех благотворительных акциях. Но что касается Нового года, новогодние акции, они, конечно, позволяют нашим детям поверить, поверить чудеса. А взрослым людям стать волшебником и тоже проявить милосердность, стать чуточку добрее. Спасибо. Вы уже рассказали нам об акции, которые реализуются в Могилеве. Не могу не спросить. Слышал, что Белорусский детский фонд в этом сезоне собирает средства для детей с аутическими расстройствами. Я уверен, что в регионе тоже поддерживают эту инициативу. Какие еще адреса помощи и поддержки намечены вашей организацией? Вы знаете, я думаю, что как бы ежегодно детский фонд, наверное, самую первую задачу перед собой ставит помощь конкретной семье, конкретному ребенку. Поэтому и в этом году мы стараемся. И уже, я знаю, что прорабатываются возможности с конкретными адресными подарками, которые, я уверена, будут обязательно. Но сегодня, наверное, хочется сказать, что в отличие от того, что просто мероприятие «Сладкий подарок», это, наверное, было в начале. Сейчас мы все-таки стараемся, используя уже сегодня какие-то связи, ехать и в тот же семейный детский дом, четко зная, а что сегодня там нужно. И везем туда какую-то возможность уже, может быть, техники, которая нужна. Я знаю, как нужны и ломаются и стиральные машины, и пылесосы в этих семейных домах. То есть мы стали как-то очень серьезнее смотреть на это, и это очень важно. Я вот хочу дополнить Александра Александровича. Он сказал о том, что елка желаний у них на предприятии. А у нас есть вот тоже интересный такой пример в этом году. Это у нас елка желаний, на которую были вывешены 100 желаний из двух интернатных учреждений. Дети из Белыночской и Мстиславской школы, интернат наших областных, написали такие желания. И эта елка стояла в торговом доме «Белаз» в городе Москва. И вот буквально 22 числа, мы уже знаем, что подарки все реализованы. То есть каждый сотрудник снял открытку, исполнил желание. Под елкой уже стоят запакованные подарки, и 22 числа их привезут на двух машинах сюда, в Могилев. И мы поедем специально для того, чтобы встретиться в этих учреждениях и вручить эти подарки детям. Вы знаете, я считаю, что, наверное, это еще один момент существует в этой акции. Не только подарить радость детям, а сделать что-то каждому из нас, взрослому, такое, что действительно заставит нас быть немножко добрее, быть немножко участливее. И это очень серьезная вот такая вещь, которым наполнена вот эта акция «Наши дети». Спасибо. Таланты, у нас с кем дружат ваш дом интернат? И кто отзывается на ваши новогодние просьбы? Очень отрадно то, что у нас есть друзья. Я их даже в язык не поворачиваю, сказать, что это спонсор или волонтер. Это наши друзья, и мы всегда об этом говорим. Это, ну, не побоюсь назвать наше министерство в первую очередь, потому что, как бы то ни было, чем выше друзья, тем шире наши возможности. Это наш комитет по труду и социальной защите Миноболсполкома. Это наши профсоюзы, обком профсоюзов. Это наши Белагропромбанк, которые на протяжении, ну, во всяком случае, я работаю 9 лет. 9 лет они к нам приезжают, причем, как говорилось всеми нами здесь, привозят то, что нам необходимо. Это волонтеры, люди, частная инициатива, которая как раз, говоря о исполнении желаний, получили наши письма. И вот две эти компании, они реализуют желания наших детей. 23 числа у нас елка, они привезут нам эти подарки, и наши дети получат то, о чем они мечтали, что они желали, и это тоже не сладкие подарки. Дальше, если говорить об организациях, однажды к нам приехала организация, которая называется Энергоойл. И с тех пор они наши друзья каждый год, и не только в рамках акции «Наши дети». Это и 1 июня День защиты детей, это и День знаний, и это как раз те люди, которые заранее спрашивают, а в чем же мы нуждаемся. И это так приятно, то есть они реализуют и наши в том числе мечты. Это организация, которая появилась у нас чисто случайно, «Лифтап», и вот они в этом году реализуют желания наших детей, они тоже нам помогают. И я не хочу сказать, что их мало, я просто могу сегодня не назвать всех, потому что это и Республиканское общество охотников и рыболов, это наши друзья, они нам помогают. Артасовки есть такая организация, они нам тоже помогают. Есть «Окна стайл». У вас очень много. Очень много. Я просто, да, просто их не то что 20, не 30, их больше 50 всяких организаций, людей, физических лиц, иностранных организаций, которые где-то помогают материально, где-то просто приезжают к нашим детям для того, чтобы с ними пообщаться, потому что для наших детей есть проблема в дефиците общения. Как я говорю, наши лица им надоели, потому что это 24 на 365 дней в году, одни и те же, а когда приезжают к ним гости, счастье не имеет границ. Ваши воспитанники, это детки с особенностями, это непростые детки. Это непростые. Расскажите, пожалуйста, как у вас обычно проходит акция, как она будет проходить в этом году, и какие там, может быть, приведёте запомнившиеся моменты за эти годы, которые тронули вас? Меня как-то трогает каждый год то, что проходит в рамках Дома-интерната, потому что я сама человек из системы образования, пришла в интернатное учреждение 9 лет назад, и для меня, честно, было откровением, и то новогоднее мероприятие, которое я увидела у нас в Доме-интернате впервые, это было в 2013-2014 годы, меня потрясло. С тех пор я не перестаю удивляться творчеству, инициативе, задумкам нашего коллектива, как они всё это делают, как они эти сказки ставят, они вовлекают туда детей. У нас все мероприятия проходят в интерактивной форме, и все те гости, которые к нам приезжают впервые, впервые очень удивлены, что на сцене они видят наших работников, что это не профессиональная театральная какая-то компания или труппа, которая приехала сделать для нас праздник. И очень удивляются, когда я говорю, что это наши работники, что это воспитатели, няни, юристы, специалисты по охране труда и по кадрам, и так далее, и так далее, и так далее. И всегда это с привлечением детей, в том числе на сцену. Очень потрясло однажды на празднике, я ведь не всегда вижу всю полностью наше новогоднее мероприятие, и однажды вызвали вообще слёзы на глазах всех наших гостей, когда наших детей-колясочников вывезли в танец. Наши воспитатели, одетые в костюмы ангелов, и точно такие же маленькие ангелочки, танцевали для нас «Танец снежинок» прямо перед нами. Это было до такой степени очень трогательно, что, я говорю, для того, чтобы этих детей даже в танец вовлечь на колясках, это нужно очень огромный труд, чтобы они не плакали, чтобы они не испугались, чтобы они улыбались тем людям, которые сидят в зале. В этом году акция «Наши дети» началась с того, что общественной организацией «Белорусский союз женщин» было организовано посещение цирка. 16 декабря мы поехали в цирк. Для нас такие выезды очень важны, потому что это и социализация детей, и это проверка нас, как же мы научили наших детей отвечать на эти явления, на то, как представления можно посмотреть. И дети ждут Новый год. Вот он закончилась, акция 15 января, и они уже начинают ждать новую сказку и спрашивать уже, начиная практически с лета, а когда у нас будет новогоднее представление. И причем ждут не только дети до 18, которых у нас сегодня 78 человек проживает, а ждет и наша молодежь, которых у нас больше 190. Потому что и в 18, и в 30 хочется верить в сказку и в чудо. И мы им дарим. Спасибо за замечательные примеры. Александр Александрович скромно умолчал, что БМЗ у нас сегодня такое уникальное предприятие в том плане, что оно оказывает, насколько я знаю, помощь своим подопечным не только в Новый год, но на протяжении всего года. Я не ошибаюсь? Да, вы правы. Я хочу просто дополнить коллегу. И действительно, участвуя в этих мероприятиях, организованными на районном уровне, учреждениями, образованиями, специализированными домами, интернатами, наши заводчане видят то, как проходят эти акции уже в учреждениях образования. Они проникают все больше идеи и милосердия. И у людей, у заводчан возникает потребность, потребность творить добрые дела. И получилось так, что да, буквально начиная с лета приходят и инициируют проведение различных других акций. Это и соберем портфель первокласснику. Она тоже уже стала на заводе, ну, как пример, в рамках тоже республиканской акции на заводе стала традиционной. Также приобретает новые формы. Опять же, еще одно из направлений, это, скажем так, удовлетворение целевых потребностей учреждения образования, целевых потребностей нуждающихся категорий граждан. То есть не просто, как вы правильно сказали, набор сладких конфет к Новому году. Это тоже важно. Это тоже нужно. Ведь есть и много других, на первый взгляд, мелких, но тем не менее, очень важных для целевой аудитории вещей, которые представители бизнеса, промышленного предприятия, заводчане могут решить, ну, скажем так, очень просто. Сколько адресов заботы у вас у БМЗ всего? Я имею в виду интернат, учреждений, отдельных, может быть, семей. Сегодня завод оказывают шефскую помощь восьми учреждениям образования. Благодаря проведенной работе буквально с лета при помощи БМЗа были отремонтированы учебные классы в подшифтной школе. И совместно с Министерством по налогам и сборам там был открыт налоговый класс при непосредственном участии и поддержке БМЗ в том числе. Накануне от нового учебного года проводится, благодаря шефской помощи, оказываемой нашими структурными подразделениями. Это не то, что там завод шефствует над всеми восьми. За каждым структурным подразделением закреплена подшифтная школа и по мере возможности удовлетворяются потребности в ремонте помещений, в ремонте техники, кухонного оборудования, потому что есть квалифицированный персонал заводской, который в принципе это может сделать, ну, просто скажу, без проблем. Оказывается, помощь и двум сельским школам. В частности, буквально в прошлом году был закуплен тренажерно-тренировочный комплекс и установлен на теперь уже такой спортивной площадке в агрогородке Малевичи, и что позволило сельским детям, ученикам сельской школы, и не только детям, с появлением этого городка, проезжая в подшифтное сельхозпредприятие, мы лично видели, как вот это место в агрогородке стало молодежным своего рода молодежным центром. Не просто школьники, а молодежь занимается спортом, физкультурой. Про елку желаний вы нам уже рассказали, которые есть на проход, мы все уже услышали, может нам подъехать уже, что-то заказать. А что при откройте завесу тайны, какие подарки получат в рамках нынешней акции детки? Есть и конструктор Лего, есть и робот-трансформер, есть просто написана машинка на пульте управления. Речь идет в том числе и о тех детях, это вот дети из, мы называем это просто приют, но это коррекционно-развивающий центр, вот они пишут эти письма, и большая часть этих подарков или этих желаний... Выполняются персонально. Выполняются персонально, причем при том, что некоторые цеха проявляют большую инициативу, и для удовлетворения потребностей в большем объеме, желаний, для исполнения желаний в большем объеме, как бы складываются и уже оказывают большую финансовую помощь. Вступают в такую, в хорошем смысле, коллаборацию, чтобы праздник стал ярче. И кто-то заказывает куколку, а металлург говорит, давайте купим две большие куклы. И таким образом, ну это не материально-техническая база учреждений образования, а в целом, наверное, дети... Вот понимаете, я говорил о том, что приезжая, привозя эти исполненные желания в специализированные учреждения, в учреждения образования, приезжая к детям, то, о чем вы говорили, глядя им в глаза, ты понимаешь, что ты сделал маленькое, но очень важное дело. И ты позволил этому человеку, маленькому человеку, который получил подарок от Деда Мороза, поверить в чудо, и его жизнь в этот момент стала ярче и красивее. И таким образом, воспитываясь на этих примерах, понимая, что от взрослых взрослые дарят добро, наша жизнь становится лучше, и наши дети становятся добрее. Спасибо. Я не могу в этой связи не спросить. Все вы общаетесь, каждый на своем уровне, в рамках своей специфики профессиональной, видите иностранцев, и коллегам по СНГ и так далее. Как они реагируют на нашу акцию, когда узнают ее подробности, ее масштабы? Есть какие-то обратные связи? У кого есть история, расскажите. Есть, конечно, и у нас соседи близкие приезжали на данные мероприятия, которые вот центром коррекционным проводились, областным, значит, они, скажем так, приятно были удивлены размахом, в первую очередь, потому что, ну, если аналогичные мероприятия у нас, у них к чему-то приобщаются, то они носят такой масштаб локальный, да, и такой, значит, конфиденциальный какой-то больше, это самое, вот. Поэтому масштабы, первое, то, что откликается и содействие, ну, властью оказывается именно для организации этих мероприятий. Ну, и, естественно, общаясь вот с друзьями в свое время еще близнего зарубежья, теми странами, они говорили о том, что это действительно заслуга главы государства, то, что вот инициируя этот проект в далекие 95-е годы, еще незрелый руководитель, скажем так, он президент страны начинающей, и так масштабно повернуть сознание всех людей, это сделать, ну, вот это мероприятие поистине всенародным, и где и люди, простые граждане, и организации, предприятия могут объединиться. Почувствовать себя одним целым. Да, одним целым. Да, и тут действительно соглашусь вот с участниками круглого стола, что становится добрее все, потому что тепло, которое согревает души маленьких детей, в первую очередь, оно накладывает очень хороший отпечаток и на взрослых, делает их более все-таки толерантными во многих вопросах, делает, ну, чище, обогащает духовно, и поэтому, ну, мы видим, что масштаб растет, и я говорю, если Бречен на 3000 привлекает, или, вернее, детей, детям доставят, 3000 доставят в этом году, то я не удивлюсь, если в следующем году это будет мероприятие еще более масштабным. Спасибо. Елена Федоровна, как ваши коллеги реагируют из Минобра в других странах на нашу акцию, когда узнают? Ну, все уже знают, наверное. Ну, да, я думаю, что в каждой стране есть определенные традиции благотворительности проведения каких-то акций, но вот правильно отмечено, что, наверное, они более локальный такой характер имеют, когда какие-то общественные объединения берут на себя такую миссию оказывать помощь. У нас, конечно, то, что страна наша объединяется в этот месяц благотворительности, это, наверное, наша такая особенность, действительно, наш бренд уже, как сегодня здесь говорилось. И, конечно, то, что поддержка идет от органов республиканского управления, от областной вертикали, то это, конечно, дает акции совсем другое какое-то звучание, совсем другой такой, скажем, масштаб, и позволяет нам всем с ответственностью говорить, что все то, что будет привлечено, будет использовано для наших детей. То есть никто не говорит о том, что это будет в каких-то неправильных целях использования. Каждый, кто присутствует из руководителей учреждения образования, учреждения социальной защиты, здравоохранения, каждый берет на себя вот эту миссию ответственности, что сделать жизнь детей, их обыденность, их быт более таким, скажем, совершенным, чтобы дети наши имели доступ к лучшим оборудованию, к лучшим книжкам, игрушкам, и мы все с вами вместе, объединившись, это даем возможность сделать. А руководители организации учреждений, они гарантируют, что это действительно пойдет на пользу нашим детям. Поэтому никто из тех, кто причисляет деньги в рамках Белорусского детского фонда других общественных объединений, либо сам перечисляет средства на интернатное учреждение, можно всем сказать с ответственностью, что деньги действительно будут использованы именно для детей. И в других странах, если это и делается, то вот именно в таких, скажем, более небольших масштабах, камерных, да, а у нас вот в этот период мы можем смело говорить о том, что каждый может поучаствовать. В этом мероприятии говорит вся страна и все, кто вокруг нашей страны. Это уж... Все заражены и однажды побывав, поучаствовав в такой акции, они потом хотят и дальше, потому что и звонят, и предлагают, и участвуют. И очень огромное спасибо всем тем людям, которые принимают участие в этой акции. И самое главное, что к этому, наверное, все больше и больше причастна и молодежь, что тоже очень приятно. Я вот наблюдаю, что особенно вот последние два года очень активно волонтерство вот среди учебных заведений, и они, вы знаете, очень чувственно относятся вот к участию в таких мероприятиях, где есть особенные дети, где, в общем-то, дети на колясках, где нужно помочь, что-то, в общем-то, сделать. Они очень серьезно относятся и очень участливы. А это ведь очень важно, потому что мы этим, в общем-то, воспитываем и даем возможность почувствовать значимость и важность каждого гражданина и в том числе, конечно, и молодых людей. Ну и в дополнение когда иностранные деловые партнеры приехали к нам на завод и узнали о том, что данная акция «Наши дети» носит государственный характер и общий республиканский масштаб, они были приятно удивлены республиканскому масштабу, именно что акция проводится под эгидой главы государства. Ну, в итоге поинтересовались, как они могут поучаствовать. Благодаря их участию в одном из учреждений образования появились появились новые окна. Они обратились к нашим волонтерам, сказали, ну, ребят, подскажите, какую помощь мы в рамках акции можем оказать? Поэтому таким образом и они поучаствовали, то есть, прониклись идеей добра, но, повторю, были удивлены, что акция носит такой общегосударственный масштаб. Народный характер. Всенародный характер. 25 лет назад президент нашей страны выступил с замечательной инициативой. Мы сегодня подтвердили многократно эту идею. Ни один ребенок в празднике, где бы ни оказался, на больничной койке, один ли он, в интернат, ли он учреждений, болен ли он или здоров, он не должен оказаться без подарка. Он не должен оказаться невовлеченным в волшебство, в праздник, у него должны светиться от радости глаза. Это замечательная идея. Именно поэтому она и объединила белорусов за все эти годы и получила всенародный характер. Мы об этом сказали. Как вы считаете, как это характеризует белорусов как нацию? Что это толерантная нация, отзывчивая. У каждого из граждан есть чувство сострадания, готовности прийти на помощь, поддержать, даже, может быть, когда самому помощь нужна, но он поддержит того, кому она нужнее, на кого он может направить свое внимание. И я думаю, что вот это традиционно национальное качество нашей толерантности, нашей доброжелательности и чувства добрососедства жизни, жизни в добрососедских хороших отношениях, оно находит подтверждение именно через это мероприятие широкомасштабное. Спасибо. А я скажу, как представитель образования, министерства образования, хочу сказать, что просто белорусы наши очень любят детей. И любовь к детям, наверное, то, что семья, каждая семья должна растить детей. Если это дети неродные, то у нас есть много людей, которые усыновили, удочерили детей, приняли приемных детей, воспитывают. То есть для нас это нормально, это традиционно, воспитывать детей, любить детей и отдавать детям всё самое лучшее, что у нас есть. А я хочу такое белорусское слово привести, необъяковость. Вот эта необъяковость даёт возможность нам, потребителям этой акции, наши дети, получать её всеобъемлюще, всестороннее и разнообразно. Спасибо. Ну, а мне очень приятно наблюдать вот от года что, вы знаете, вот инклюзия, которая происходит, она так важна. То есть она действительно происходит. Если раньше проблемы ребёнка, который, в общем-то, имеет тяжёлую форму инвалидности, были проблемами только его семьи, вот сейчас мы говорим об этом, мы стараемся повернуть к этому обществу, мы стараемся, в общем-то, показать эту проблему, не скрыть, а показать. И вот это, наверное, даёт возможность увидеть, услышать, отреагировать и, конечно же, помочь. Спасибо. Неравнодушие к чужой беде, желание помочь в сложной жизненной ситуации и другие лучшие черты белорусского характера. Наверное, можно ещё и вспомнить отношение белорусов к проблеме, которая сложилась на границе с беженцами. Ведь практически ровно так же, как и сейчас, вся страна откликнулась и оказала помощь людям, которые бежали от сложной жизненной ситуации за границей и оказались заложниками по сути, на границе. И тогда практически вся страна откликнулась, представители бизнеса, общественных формирований, как сейчас говорят, для всего гражданского общества, откликнулась на ту проблему и помогла, ну, не то, чтобы её решить, но снивелировать ту сложную ситуацию, которая сложилась там. Таким образом, и у нас были на заводе. Это возникло целое волонтёрское движение. То есть, это всё иллюстрирует черты, при всём при том, что в эти процессы вовлекаются всё больше и больше молодых ребят в возрасте до 30 лет. И это говорит о том, что подрастающее поколение молодёжь, она воспитывается в правильных белорусских традициях, в традициях нашего менталитета и милосердия, добра и желания помочь. Спасибо. Кстати, особенностью этого года акции «Наши дети», в том числе участия в этих мероприятиях и детей беженцев. Мы действительно как-то забыли об этом сказать, но в масштабах области небольшое количество у нас, но более 20 детей, которые участвуют именно из числа беженцев. Это тоже очень важно, что они по крайней мере ощутят заботу тоже ближних, государства в целом, лишившись своего крова, своей родины где-то на какое-то время. Мы благодарим вас за то, что вы нашли время сегодня приехать к нам из отдаленных точек нашей страны по такой непростой дороге, за то, что вы были с нами в проекции «Страна говорит». Поздравляем вас с наступающим Новым годом, Рождеством, желаем вам всего самого доброго. И сегодня, напомним, мы обсуждали замечательную акцию «Наши дети». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Наши дети»